Урс Швингер служил в Бундесвере, а когда ушел по выслуге лет, приехал в Одессу и основал тут IT-компанию. За семь лет, пока он здесь, в Киеве сменилось три президента. Но, по словам немца, для бизнеса условия оставались все те же – нескончаемая проверки и бумажная волокита. Но приход нового губернатора Михаила Саакашвили вселил надежду на изменения. В начале соотношение скептиков и сторонников Саакашвили было 50 на 50. Но спустя три месяца его работы сторонников теперь большинство. Три месяца назад решение президента Украины назначить Саакашвили губернатором Одесской области стало неожиданностью. С первых дней его работы было видно, что бывший президент Грузии соскучился по вниманию СМИ. Он не сходит с телеэкранов. То тренируется вместе с новой полицией, то открывает для одесситов пляжи, самовольно отгороженные олигархами. Большинству одесситов нравится, что губернатор регулярно выходит на улицы и откровенно, и эмоционально общается с людьми. Сейчас они дают Саакашвили большой кредит доверия. Хочется сказать, что мы очень рады, что он к нам пришел, потому что какая-то надежда появилась у людей для изменения в лучшую сторону. Однако ломание заборов под прицелом видеокамер отпугнула часть одесситов. Я лично очень плохо отношусь к пиару, к откровенному пиару. Его слишком много. Я считаю, что ломать заборы – это глупо. Критиковали Саакашвили и за то, что он взял в свою команду Марию Гайдар – оппозиционного политика из России, незнакомую с украинскими реалиями. Она не скрывала, каким образом получила свой пост. У меня это предложение сделал Михаил Саакашвили, после того, как он изучил мою биографию, после того, как ему порекомендовали меня ряд людей. Вот этот конкурс я таким образом прошла. Первые две недели своей работы Саакашвили сократил аппарат облгосадминистрации на 300 человек. Затем он лично привез из Киева приказ об увольнении начальника порта Величевске, где процветала контрабанда. Сто дней на должности Саакашвили отметил грандиозным скандалом. Он заявил, что люди из окружения беглого президента Януковича не потеряли своего влияния на власть. Саакашвили прямо обвинил премьера страны Арсения Цинюка в имитации реформ. За последний год деятельности этого правительства премьер-министра ущерб, нанесенный госпредприятиями Украины, исчисляется более 100 миллиардов гривен. Эти госпредприятия реально приносят доход. Но они приносят доход олигархам. Бурная деятельность Саакашвили обеспечивает ему популярность среди населения. На официальном сайте президента Украины 1 сентября разместили петицию с требованием назначить главу Одесской области премьер-министром Украины. За неделю под ней подписались более 21 тысячи человек. По мнению бизнесмена Швингера, если Саакашвили удастся навести порядок в Одессе, то тогда ничто не будет говорить против такого повышения.